Продолжение следует... 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 Приходит... Приходит и уходит... Продолжение следует... 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 Да. Поверьте, в моем браке все было нормально. На парк-авеню не было пары счастливее нас. Извините, но я обязан исследовать каждую авеню. Особенно парк-авеню. Сколько вашему мужу? 35. Род занятий? Вице-президент страховой компании. На мой брак тут совсем ни при чем. Ясно, успокойтесь. Поговорим на другую тему. Головные боли мучают? Нет. Аппетит? Хороший. Как вы спите? Не очень хорошо. А как спит ваш муж? Превосходно. Так. Когда вам не спится, и вы тревожно ворочаетесь в постели, что вы видите справа от себя? Туалетный столик. А что вы видите слева от себя? Мужа. Спящего? Да. Так. Что вы задумали, разрушить мой брак? Нет. Разбудить вашего мужа. Закончим на сегодня. Доктор, мой муж не виноват в моей бессоннице. Просто я очень чувствительна к звукам, к малейшим. Ваш муж храпит? Нет. Но дышать тяжело. Неужели? Не знаю, что с этим делать. Он дышит, как умеет. Безусловно. Миссис Бейкер, боюсь, что сон вашего мужа как-то влияет на вас. Возможно... Кстати, вы используете диеты? Да, овощную. А что ощутите, если вы съели, скажем, пару сырых морковин, а ваш сосед по столу сочный бюфштекс? С жареной картошкой? Да. Мой муж две недели назад. Вы не расстроились? Нет. Впрочем, это было весьма неприятно. И неразумно. Пустяки. Ведь мужья хотят, чтобы жены блюли фигуру, но... У вас отсутствует взаимопонимание? Да. Так, так. Так. Джилл, дорогая. Привет, Марджи. Ты что-то запропала. Как дела? Ничего. Что-то не так? Марджи, зря ты меня направила к доктору Венгарду. Ходила снова? Нет. Он разрушит мой брак. У нас с Ларри все нормально. Я так и говорю. Обо мне уже сплетничают? При мне не смеют. Мы близкие подруги, и я всегда защищаю тебя. Знаю. Отчего защищаешь? Журнал «Таун энд Кандри» назвал вас счастливыми бэкерами. Здорово. Многие ли из наших друзей прожили в браке шесть лет? Пусть называют счастливыми бэкерами. Пусть. Ведь твоя фамилия Бэкер? Марджи. Мне так грустно последние две недели. Все время думаю о своем браке. Как ни стараюсь отвлечься, мысли все время скатываются только к этой теме. Ненавижу этого Венгарда. И еще я поняла кое-что. Что, милая? Если жена внимательно присмотрится к мужу, найдет в нем что-то новое. Безусловно. Вещи, которые раньше просто не замечала. Например. Это мелкий пример, но... Недавно утром... Ты же знаешь, как трудно мне заснуть. И вот, когда я наконец заснула, ровно в 8.15, меня разбудил звук... Полоскание горла. Полоскание? Это утренний горн семейной жизни. Полоскание, утренний, храп, вечерний. А что между ними? В 9 утра он исчезает из моей жизни. Дорогая, неужели это правда? Я уже сама не знаю, где правда. Я сбита с толку. Я в неопределенности. Я всегда думала, что в идеальном браке должна быть некая тайна. В мужа должно быть что-то непознанное. И каждый день должен приносить новые открытия. Понимаешь меня? Да, милая. Не говори ничего. Приветствую. Привет, Марджи. Привет. Привет, милая. Привет. Как дела? Хорошо, а у тебя? Хорошо. День удался? Да, а у тебя? Тоже. Новости есть? Нет, а у тебя? Нет. Ясно. До встречи. А что он мог сказать? Ничего, новостей нет, и он открыто признал это. Джил? Да, милый. Куперы придут на ужин? Пока не знаю. Сообщу тебе, когда позвонят. Будь добра, если они придут, я побреюсь. Хорошо, дорогой. Не хочу лезть в ваши дела, но факт есть факт. Если придут Куперы... Ух, это жуткая на вид миссис Купер. Он побреется. Надо же. А если ужин только с женой, то и бриться не надо. Уж если кому и бриться, то миссис Купер. Сегодня я три часа просидела в парикмахерской, но не достойно бритья. Это проблема 95% всех браков. Мужья не бреются. Они не понимают, что борода не перестают расти после восьми часов. Ты? Ларри. Ларри. Да, милая. Вернулась. Хорошо съездили. Кто? Эвансы. Этот тип обещал мне позвонить по возвращению. У меня к нему очень важное дело. А он не звонит. Эвансы еще на Бермудах. И Кота вернулась. Шутка тебе удалась. Ты умница. Коза. Ларри, когда ты вошел, спросил, есть ли новости. А новости есть и очень важные. Знаешь, кто будет у нас на ужине в следующий четверг? Президенты компании «Универсальный матрас» и «Единая мебель», плюс другие важные фигуры из этих двух компаний. О, кошмар. Да, это будет суматоха, но... Универсальный матрас и «Единая мебель» слились. Они будут переделывать страховые документы. Наша главная дичь – Кавка из универсального матраса. Я уже все разведал. Он венгр, и все они венгры. Поэтому и ужин должен быть с венгерским оттенком. Ларри. Милая, я не прошу тебя наряжаться в цыганку, но мы наймем повара венгра, и он приготовит чудесный гуляш. Кавка будет в восторге. Я вырву из них страховые счета, и ради этого набью венгров едой, как они набивают матрасы ватой. А чтобы им было комфортно, у нас... Мне тут передали подсказку. Перед тем, как они начнут есть, ты произнесешь... Эгеш, шегеш... Эгеш... Эйешегера... Эгеш... Шегера... Это что-то типа «на здоровье». Эгеш... Шегера... Это пустяк, но важный. Половина успеха в бизнесе, упорный труд, и половина... Удачная сигара. Эгешегера. Прекрасно, милая. Чудо. Только чуток повеселее. Эгешегера. Эгешегера. То есть, Эгешегера. Эгешегера. Именно так, замечательно. Спасибо. Коза. Ларри. Да? Зачем ты это делаешь? Что? Козу. Ну... Я всегда так делал. Зачем? Ну... Привычка такая. Но ты это делаешь с каким-то смыслом? За этим что-то стоит? Нет. Просто привычка? Да, можно так сказать. Как голову чесать или гладить собаку? Другим женщинам ты это делаешь? Вообще-то не пробовал. А зачем делаешь мне? Ты моя жена. И это дает тебе право тыкать мне в живот, когда захочется? Может, тебе плохо? Хорошо. Ларри. Не делай мне больше газу, пожалуйста. Таким образом, коза покинула еще одну супружескую пару. КОНЕЦ Моу! Моу! Это была не собака, а я. Моу! Тссс! Добрый день! Добрый день, миссис Бейкер! Доктор Венгард чуть задерживается, подождите его. Мерзкие. Мерзкие. Они ведь мерзкие? Кто? Люди. Что может быть хуже человеческого лица? Не против, если я закурю? Ничуть. Сами курите? Да. Да. И сигареты у вас есть? Да. А без мундштука есть? Увы, нет. Извините. Фу. Я передумал, беру сигарету. Спасибо. Вы уже были у этого доктора? Да. Какие тут цены? Не знаю, не спрашивала. Вам это ни к чему. Звонил доктор, сказал, что задержится еще на полчаса. На полчаса? У нас два варианта. Читать журнал или общаться. Хорошая погода, верно? Да. Ну и черт с ней. Я утомляю вас? Нет, напротив. Предупреждаю. Я говорю, что думаю. Я индивидуалист. Правда? Я против коммунизма, капитализма, фашизма, нацизма. Я против всех и вся. Я не люблю себе подобных, а они меня. Это забавно. Я вас забавляю? Я клоун. Петрушка. Я не это имела ввиду. Не извиняйтесь. Этот Венгард хороший врач? Уверена, он вам поможет. Почему вы так сказали? Чем я болен? Не знаю. Я не психоаналитик. А с вами что? Ничего. А зачем пришли? У психоаналитика не зубы лечат, так что? Я лучше журнал почитаю. Ясно. Фу. Фу. Извините, что пристаю, но что нужно человеку для счастья? Думаю, что доктор Венгард разбирается в этом лучше меня. А вы, миссис Байкер? Счастливые Байкеры. Понятно. Понимаете, миссис Байкер, я впервые в жизни встретил счастливого человека. И вас это злит? Нет, мне интересно. Я пытался представить себя счастливым круглые сутки. Это так здорово. Когда привыкнешь? Да, утром вас будет щебетание птички. До завтрака вы с мистером Байкером танцуете минуэт. А потом радостный завтрак. И вы счастливы. И мистер Байкер счастливы. И яйца счастливы. И куры, что их снесли. Послушайте, мое присутствие вас бесит, поэтому я лучше уйду. Извините, миссис Байкер, но в таком случае лучше уйду я. Не надо, вам врач нужен больше, чем мне. Вы уверены, миссис Байкер? Ситуация, кстати, интересная. У нас с вами общая проблема – счастье. У одного его мало, у другой слишком много. Кому врач нужен больше? Это интересно, верно? Да, но прекратим дискуссию. Понимаю вас, миссис Байкер. Рад был познакомиться, извините за бестактность. До свидания, миссис Байкер. До свидания. Фу. Минутку. Да. Можно один вопрос? Конечно. Да. Что плохого в этой картине? Вам интересно? Да. Садитесь. Этот художник увидел в дереве не больше, чем тот фотограф, что извоял счастливую миссис Байкер. Только поверхность. Искусство куда глубже. Если бы я был художником и рисовал вас, то моя картина была бы не такой, как та фотография. Это логично? Да? Да. В чем-то. В чем-то. Приветствую. Спасибо. Прошу. Спасибо. Привет, Себастьян. Привет. Кстати, меня зовут Себастьян. Александр Себастьян. Это имя говорит вам о чем-то? Только честно. Если честно, нет. Понятно. С какой стати? Пойдем к картинам. Номер пятнадцать. Ребенок с трубой? Не очень. Боюсь, что так. Художник еще не нашел себя. Я тут ничего не нашла. Ребенок с трубой? С ребенком все нормально, а вот труба подкачала. Пожалуй. Не шедевр. Ничуть. Фу. А это мне нравится. Кто автор? Женщина. Ни один мужчина не будет так зол. Двадцать шесть. Эллина Стоун. Портрет Александра Себастьяна? Все верно, это я. Да, дама не рисовала меня. Она проводила вскрытие. Она видела меня. Это напоминает мне головоломку. Головоломку? Совершенно верно. Я был загадкой для нее, но она не была загадкой для меня. И вот такая месть. Когда я впервые увидел эту картину, был очень расстроен. Я не виню вас. А что значит эти ноты? Я музыкант, пианист. А, пианист. А этот пьедестал зачем? Ну, он олицетворяет талантливость. А почему же вас нет на пьедестале? Есть. Видите там линию? Вот эту? Она меня и давит. Эта линия привела меня к доктору Венгардо. Она означает, что я буксую творчески. Артистически. Давайте выпьем. Минутку, минутку. А при чем здесь часы? Часы? Да. Их не должно там быть. Почему? Ну, это личный вопрос. Вы жаляете, что пришли сюда? Нет, наоборот. Это потрясающий новый мир. Трудно охватить его. Если есть вопросы, задавайте. На тех вот часах. Это случайное время или оно что-то значит? Что-то значит. Хватит говорить обо мне, давайте о другом. Когда ваш следующий концерт? Когда... Когда преодолею ее? Что преодолеете? Вон ту линию. Свои трудности? Да. Когда я играю... Скажите, это 12-15 дней? Ночи. Какой-то особой ночи. Насчет моих трудностей, когда я играю в гостиной... Извините, это по восточному, по ясному времени, да? Это было днем. Летом? Да. И вот, когда я играю в гостиной для одного человека, особенного, то, честно говоря, чувствую себя величайшим пианистом в мире. Но в концертном зале перед публикой все. Что-то исчезает. Эти люди пялятся на меня. Какое право не имеют пялиться на меня? Какое право имеют слушать меня, заплатив 2 доллара? Иногда 2,50. Я заболтал вас. Это замечательно. Здорово. Вы головоломка, Александр Себастьян. Но не надеетесь меня разгадать. Счастливая Бейкер. Пошли. В доме по адресу 685 парк-авеню пахло гулешом. Бейкеры ждали к себе в гости представителей универсального матраса и единой мебели. Миссис Кавка. Мистер Янушек. Миссис Джароши. Мистер Джонс. Джонс, как попал сюда этот иностранец? Он адвокат мистера Бейкера. Не думала, что и для венгров нужны адвокаты. Добрый вечер, сэр. Добрый. Как поживает гуляш? Отлично, мистер Бейкер. Мне пакет не приносили? Нет, сэр. Привет, милая. Привет, дорогой. Новости есть? Нет. Как день прошел? Отлично. Все готово к ужину? Все. Помнишь то слово? Эгги Шеггера. Эгги Шеггера, верно, хорошо. В чем дело? Пакет был, но Элберт не сказал мне. Хорошо. Вечер в Будапеште. Лоэш Ракетти. Фу. Что вы тут делаете? Жду. Ждете? Скоро ли будет ужин? Ужин. Я приглашу. Ага. Прошу прощения. А вы из универсального матраса или единой мебели? Ни то, ни другое. Сразу в обеих неплохо. А как вы относитесь к мистеру Кавке? Как? Равнодушно. Этот человек непростой, умный. И они правильно сделали, что слились. Коктейль будет. Послушайте, вам хочется, чтобы мне было тут приятно? Ну да. Хорошо. Эта ваза оскорбляет меня. Она ужасна. Уберем ее. Ну конечно, клиент всегда прав. Что еще в комнате? Надо менять. Многое. Предчувствую веселый вечерок. Открою вам секрет. У нас будет гуляш. Гуляш? Да, гуляш. Для меня омлет. Я лишь предложил... Прошу извинить, мне нужно одеться. Чувствуйте себя как дома. Забавный народ, эти венгры. Уже приехали? Один, да. Будем одеваться? Зачем? Он ждет. Это мистер Себастьян. Себа? А с кем он? Не с кем, против всех. Он индивидуалист. Так богат? Его не волнуют деньги. Откуда ты знаешь? Пойми, это Себастьян, Александр Себастьян. Я тебе уже говорила, но беда в том, что ты меня слушать не желаешь. Ах, да, вспомнил. Он играет на пианино. Не играет на пианино, а пианист. Скоро достигнет высот и, возможно, застрахует свои руки на 100 тысяч долларов. Слушай, дорогая, я устраиваю этот ужин специально для венгров и... Он может сделать взнос? Не знаю и знать не хочу. Иногда я тебя не понимаю. Сегодня нам светит страховка на 500 тысяч долларов, и я мечусь устраивая венгерский ужин для президента универсального матраса, а ты приглашаешь пианистов. Кошмар. Музыканта и матрасники несовместимы. Можешь это понять или нет? Шесть лет я слышу только о страховках. Я устала от споров о Ринте. Могу я провести вечер с Римским, Курсаковым и Стравинским? Римский, Курсаков? Стравинский? Кто следующий? Зовешь всю филармонию в гости и Димса Тейлора в качестве старшего группы. Ну ладно, ладно. Не хочешь, чтобы он играл, не будет играть. Играть? Это хорошая идея. Это оживило бы вечер. Если мистер Себастиан согласится играть, в чем я сомневаюсь, но если так, то будет не венгерский чадош. А что? То, что стоит 2,5 доллара. Как в Карнеги Холл? Именно. Только не здесь и не сегодня. Что это? Это репродукция картины, которую я видела на выставке. Тебе нравится? Очень. А что тут? Разве не видишь? Ну, хватит издеваться. Что это? Портрет. Портрет? Чей? Мужчины. Может быть, я не вежественный страховщик и не знаю Стравинского, но мы в браке 6 лет и я неплохой муж, поэтому изволь отвечать на вопросы, что я задаю. Не дури меня. Не дури меня. Я прошу тебя. Знаешь что это? Большой каньон. Какая красивая комната. Прошу сюда, миссис Кавка. Благодарю. Поэтому, мистер Кавка, мы для вас оптимальный вариант. Возможно, обсудим это после ужина. Конечно. После ужина у нас будет важный разговор. Миссис Бейкер. Спасибо, мистер Кавка. Из Лоенгрина. Ничего? Никакого Лоенгрина. Я сыграю всего Вагнера, кроме одного пассажа из Тристана. Его мало кто может сыграть хорошо. Надеюсь, что когда-нибудь я услышу эту вещь. Возможно. Я не ем клубнику. Извините. Ладно. Все нормально, мистер Кавка? Конечно. Эгги Шеггера. Эгги Шеггера. Эгги Шеггера. Эгги Шеггера. У нее шикарное произношение. Слышали? Она сказала нам на здоровье. Браво. Как мило с ее стороны. Какая очаровательная дама. Благодарю вас, миссис Бейкер. Мы тут как дома. Вот это истинное гостеприимство, мистер Бейкер. А я и не знал о ее талантах. Где научилась? А что это значит? На здоровье. Мило. И произношение отменное. Игнац. Что, дорогая? Она здорово сказала по-венгерски. Да, здорово. Эгги Шеггера. Эгги Шеггера. Как давно я не говорил по-венгерски. Вы говорите по-венгерски? Вы родились там? Нет. Я учился музыке в Будапеште. Будапеште? Ах, Будапешт. Я жил на улице под названием Бульвар Андраши. Бульвар Андраши. Потрясающе. Андраша. Я жила на Бульваре Андраши в доме под номером 56. Да-да, я помню. Дом 56. Там было еще кафе на углу. Знаю это кафе. Помню, мы ежедневно там обедали. Ты слышишь, о чем они говорят? Да. Он сказал, что жил на Бульваре Андраши. Это интересно. Приятно, что этот американец жил в Будапеште. Конечно, ведь Будапешт замечательный город. Мне только что позвонили. Завтра кафка намерен идти в Хадсон Иншуаренс. Сегодня или никогда. А юридическая сторона? Мой офис работает и готовит контракты. Сейчас я насяду на него. Как вам гуляш, мистер Кафка? Очень хороший гуляш, очень хороший. Если ваша фирма не хуже повара, можем сотрудничать. Рад это слышать. Обсудим. Яроши. Ласло. Подойдите. Мы все партнеры. Послушайте предложение мистера Бейкера. Джентльмены, суть его такого. Прошу внимания. У меня сюрприз. Мистер Себастьян, известный пианист, и он любезно согласился сыграть для нас. Прошу садиться. Это по плану? Спокойно. Миссис Бейкер. Да, мистер Себастьян. Вы можете сесть подальше? Да. Прошу вас. Прошу. Спасибо. Заперто. Странно. Где ключ? Странно. Кто запер пианино? Где ключ? Не знаю. Кому надо запирать пианино? Поразительно. Кто мог это сделать? Где ключ? Надо же. Мое предложение, мистер Кавка, простое и понятное. Я сломал замок. Не волнуйтесь. Не волнуйтесь. Мистер Себастьян, скажите, что вы будете играть? Итак, сначала я сыграю... Миссис Бейкер. Да, мистер Себастьян. Хорошо. Я начну с патетической сонаты Бетховена. Соната трехчастная. А потом, если захотите, я сыграю 11 вариаций Хоффа второй темы первой части. А затем мои собственные вариации, 11 вариаций Хоффа второй темы первой части сонаты. Это длинная соната. То, что я слышал, длилось три сигары. Эта катастрофа кошмар. Мы погибли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Александр, хватит! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не надо. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Добрый день. Добрый день, сэр. Так, картина в витрине очень хорошая, верно? А что на ней? Это портрет мужчины. Ах, да. Ну, конечно. Что же еще? Знаете, не все еще понимают современное искусство. Спасибо. Если интересуетесь, она стоит всего 500 долларов. 500? Дорогой мужчина. Дело не в мужчине, это скрытый портрет музыканта. Какого еще музыканта? Пианиста, кажется. Может, Александра Себастьяна? Именно так. Вы узнали его. Дружите с ним. Он мог бы постоянно пребывать в вашем доме. Не хотелось бы. Вот скотина. Кто? Он. Пока, Джонс. Привет, милый. Привет. Для тебя это приятный сюрприз, да? Да, очень приятный. Веселый фермер. Отчего он весел? Надеюсь, ты не против моей игры? Нет, нет. Что нового? А этого мало? Немало. Как твой день? Хорошо. Тебе лучше в последнее время? Да, я спала 10 часов. И кода совершенно исчезла. Это хорошая новость. Да, очень хорошая. Ты посещаешь доктора Венгарда? Нет, мне больше не нужен доктор Венгард. Я слушаю музыку, посещаю выставки, и никакие доктора мне не нужны. Что ж, это прекрасно. Кстати, я начинаю кое-что понимать тут. Да, это похоже на мужчину. Да? Почему ты так думаешь? Но вчера... Я пошутила, а ты купился. Ну, какой это мужчина? Я нервничала из-за приема и ляпнула что-то на обум. Извини, милый. Прости. Нет, нет, я не согласен. Тут явно мужчина. Нет, я не согласна. Перестань, что так не понимаешь. Ну, а что же это? Это лук. Называется весенний лук. Весенний? Да. А вот эти ноты что означают? Это пастух играет на дудке. Пастухи ведь играют на дудках, да? Да, да, конечно. А эти часы и 12-15? Не знаю точно, но думаю, что это обеденное время. Пастух ест и играет на дудке. Ты говоришь так, будто никогда не был на лугу. Современное искусство стремится сломать привычные формы. Уйти от обыденности. В этом есть некий знак. Понимаешь? Что ты делаешь? Добавил усы пастуху. Я вопью этого типа в пианино. Это будет худший вариант. Она будет жалеть его. Не делай из него мученика. Посмотри на это с женской точки зрения. Минутку. Мисс Эйкинс, войдите, пожалуйста. Мисс Эйкинс, мы хотим знать женское мнение о некой ситуации. У мистера Бейкера есть друг, и он в беде. Кто? Мистер Бейкер? Нет, друг. Мистер Бейкер. Но мистер Бейкер не знает, как помочь. Назовем его друга мистер... Мистер Браун. Итак, у мистера Брауна есть жена. Миссис Браун. Разумеется. Мистер и миссис Браун в браке уже... Сколько лет? Где-то шесть лет они живут в Толедо. Шесть лет в Толедо, это плохо. Ладно, пусть будет в Нью-Йорке. Мистер Браун волнуется за свой брак. Он стал не таким крепким. А что за человек этот мистер Браун? Очень хороший. Я прав? Да, очень хороший. Он привлекателен? Да, очень привлекателен, я прав. Да. И в чем беда? Жена охладела к нему. Да, а он хочет вернуть брак в прежнее русло. Еще бы. Ну да. Мисс Эйкинс, спрашиваю вас, как женщину, что может помочь? Полагаю, что норковая шуба поможет. Есть норковая шуба. Чего же ей еще надо? Спасибо, мисс Эйкинс, это все. Вы же сами просили женскую точку зрения. Минутку. Понимаете, миссис Браун увлеклась другим мужчиной. А у мистера Брауна? Да. Есть доказательства? Много. Свидетели? Нет. Ему конец. Спасибо, мисс Эйкинс. Мне очень жаль, но если свидетелей нет, она будет все отрицать, как любая женщина. Мисс Эйкинс, мы получили ответ. Боюсь, что не могу дать вам хорошего совета. Мне слишком симпатичен мистер Браун, а миссис Браун в меньшей степени. О таких случаях я слышу каждый день. Жена надоела, брак стала бузой, но при этом жена принимает все подарки мужа. Ее нужно гнать. Я очень старомотна, на ваш взгляд. Скажите мне. Мы известим вас об этом. Лично я считаю, что мистер Браун прелесть и всегда так думала. Таковы женщины. Да, у нее есть в этом и свой интерес. Не замечал. Ладно. Ларри, ты ведь любишь свою жену? Да. Куда отсюда поедешь? У меня встреча с Хиггинсом в его клубе. Как можно продавать страховки в таком состоянии? Послушай, отложи Хиггинса, забудь о страховках, езжай домой. Тебе нужно продать главный товар, себя. Тебя ждет там самый важный клиент в твоей жизни, и зовут ее миссис Бейкер. Ты успешный торговец в бизнесе. В браке все неплохо, но брак нужно иногда перепродавать. Это нелегко. А что просто? Разве легко продать страховку от Града в Южной Калифорнии? Найди нужный акцент. Новый. Брак с новым акцентом? Да, новым акцентом. Неплохая идея. Но каким должен быть этот новый акцент? Каким? Продать брак с новым акцентом. Каким он должен быть, этот акцент? Приятный сюрприз. Привет, Магей. Каким ты будешь сегодня вечером? Скажи своей маленькой каденции. Ты будешь Моцартом, игривым, нежным, или суровым Бетховеном, сильным и яростным? Дорогой, скажи своей этой каде. Тук-тук, угадай, кто здесь? Угадай, кто здесь? Я вот он, бог богов, спускаюсь на землю. Что-то серьезное? Нет, обычный обморок. С женщинами это часто бывает. А причина важная? Нет, нет, она сказала, что я гений, а когда поняла свою ошибку, очень расстроилась. Будьте как дома, я схожу за нюхательной солью. Давайте поговорим откровенно. Разговор будет трудным, мы неизбежно оскорбим друг друга. Вы обвините меня в том, что я отвергну, и не поверите мне. До начала спора хочу прояснить одно. Драться не намерен. Руки мой инструмент, и я не хочу их повредить, а вашу челюсть. Моцарт, разбудите свою милую каденцию. Что случилось? Ну, я... я... Вы... Это очень смешно, а мне показалось. Я думаю, что... Боже. Привет, Джонс. Я еще не продал. Да, мне нужен совершенно новый акцент. Думаю, что я его нашел. И я, я такой же, как смешно. Да. А ты... Думаю. Бейкер, я не верю вам Держите сигару Если вы что-то задумали, или сигара плохая Нет, нет, такие же сигары я даю клиентам Сколько вам лет? Ваш ровесник Разгар жизни А здоровье как? Нормально, особенно после обеда Но я не хочу драться Нет, нет, не будем драться Но вам может встретиться муж, не разбирающийся в музыке Придется туго Пойдемте, Себастьян Я сделаю для вас кое-что полезное Я застрахую ваши руки И это даст вам полную свободу действий А вы мне пять процентов И мы оба будем счастливы Я не буду драться Да, да, я понимаю, вы изоляционист Изолируйтесь вот здесь Самое приятное в этом деле то, что мы... Садитесь Можем оформить страховку рук Как часть страховки вашей жизни Жизни? Зачем мне страховать жизнь? У вас разве нет родственников? Родственники? Фу Есть идея Оставьте все моей жене Она купит себе прекрасную брошь В форме пианино с бриллиантовыми клавишами И каждый раз, надевая ее, будет думать Бедный Себастьян Вам необходимо застраховать свою жизнь И прямо сейчас Итак, где вы родились? Я не буду драться Вы любите мою жену? Люблю вашу жену? Вот к чему вы клоните Теперь я все понял Вам бы постыдиться, Бейкер Такой великий страховщик, как вы Должны быть куда тоньше Не применять такие меры Ваша жена привлекательна, мила Любит музыку И она... Он завяжен? Да Бейкер, выбросите это из головы Я не люблю вашу жену Сегодня великий день в музыкальном раю Представляю, как Бетховен говорит Моцарту Эй, Моцарт, выброси пианино К нам пришел великий гений Это не смешно И мне не смешно Я люблю свою жену И шесть лет мы прожили благополучно И вот является типом вроде вас И все летит к чертовой матери Вам это не сойдет с рук Если бы вы по-настоящему полюбили мою жену И честно сказали бы мне об этом Я бы нашел выход Я не старомоден Если вам обоим лучше без меня Я бы просто собрал чемоданы И не делал бы этого Ну, Бейкер Вы не на шутку испугали меня Когда вы достали револьвер Я подумал, это обычный бык И правду ему говорить нельзя Но теперь я вижу настоящего Бейкера Вы современный человек Бейкер Я вам откроюсь Конечно, я люблю вашу жену Точно? Да Тогда я не буду стрелять в вас Конечно, не надо Мы решим этот вопрос иначе Вы любите мою жену И она любит вас Но это правда Я видел своими глазами И мне остается лишь одно Алло? Да, Джонс Процесс пошел Я дал сдачи? Нет Хорошо А вы не правы, Бейкер Знаю виноват Не надо было Я сработал как обычный бык Но это не повторится Я не буду драться Алло Это Лоуренс Бейкер Я хочу заказать номер на сегодня Скоро буду Спасибо Бейкер Вы действительно уезжаете? Да, конечно И квартиру оставляю ей Правда? Да, это справедливо, не так ли? Конечно, это лучший вариант Я рад, что вы так думаете Нет, я не обижен И даже оставлю вам средства Для обеспечения ее в будущем А почему нет? Она заслуживает этого Я прав? Да, конечно, правы И она подарила мне лучшие годы жизни Мне останутся лишь сладкие воспоминания Она хороша, верно? Да, да Очень хороша Но недостатки есть А у кого их нет? Верно, верно Кстати, Себастьян Когда у нее плохое настроение Вам нужно будет... Нет, не буду вам говорить Не буду, нет Но что вы как ребенок говорите? Ну, это очень личное Понимаете? Смелее, смелее Если у нее плохое настроение И нужно быстро переменить его Есть только один выход Какой? Сделать ей козу Козу? Это как? Легко Коза Ей это нравится? Безумно Спасибо, Бейкер Коза Итак, по поводу причины развода Согласно законам штата Нью-Йорк У одной из сторон должен быть соответчик А нельзя без этих унижений? В этом штате нет Ничего, я найду соответчика Я не хочу ставить тебя в такое положение Да ничего Зачем брать вину на себя? Это будет быстро и безболезненно Вы благородная, Бейкер Спасибо, Семастер Теперь насчет собственности Данное соглашение достигнуто между Лоуренсом Бейкером, далее упоминаемым как субъект первой стороны И Джилл Бейкер, далее упоминаемый как субъект второй стороны Настоящим подтверждается, что первая сторона Передает дом по адресу 685 Парк-Авеню В собственность субъекту второй стороны А что насчет мебели? Да, что? Не понимаю Я хочу всю ее передать Представителю второй стороны Может быть потом? Нет, давай все решим сейчас Ты этого достойна Но... Он честен до конца Ты такой щедрый Нет, честно Конечно Если тебе что-то нужно Не нужно Некуда ставить Ларри Он переезжает в отель, зачем ему? Только платить за хранение Верно Текст надо изменить Как его зовут? Джонс Я ему не верю Итак Наш итог Да Бейкер против Бейкера Звучит жутко Как все в правосудии Насчет соотвечения Да Кто эта дама? Не знаю пока Варианты есть? Есть пара кандидаток Есть? Да Мы утрясем это все за 4 недели Неплохо звучит Да Скажи, это не Мэри Логан? Мэри Логан соотвечится Я найду получше Когда все закончится, я съезжу в Южную Америку Она из моих подруг? Нет, я не общаюсь с твоими подругами Я ее знаю Милая, это развод, а не допрос Просто интересно Не волнуйся, положись на меня Я не унижу семейную фамилию Ларри Ты действительно хочешь этого развода? Ну да, а ты? Ну? Не говори, что не хочешь Ты меня разочаруешь У тебя серьезное чувство к Себастью Но иначе мы бы не были сейчас тут Ты слишком серьезная, Джил Чтобы шутить такими вещами Я всегда верил в твою искренность И сейчас Со мной останутся воспоминания Извини, что причинила тебе боль Это было неизбежно Я не таю злости на тебя Забавно Шесть лет ты был моим мужем А теперь лишь Субъект первой стороны Я была твоей Джил А теперь Далее упоминаем, как Надо же Итак, все в порядке В чем дело? Что тут было? Ничего, обсудили пару деталей Я не верю вам Дорогая, не беспокойтесь Соглашение в полном порядке Александр, я очень нервничаю Вы понимаете это? Конечно Мы все нервничаем Коза Считаю еще раз Данное соглашение Не нужно Сначала решим с соответчиком Это не твое дело Действительно Тихо Это мое дело Я не позволю делать из меня посмешище С какой-нибудь девицей Которую я знать не знаю Не будет вам такой поведы Мистер Бекер Коза Хватит, Бекер Джилл 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 Можете задешево купить это пианино Нет Я стану деспотом Бешеным псом Спарк-авеню 685 Хайль Бекер Мистер Джонс Да, миссис Бекер Насчет соответчика Что требует закон? Она Если он будет у меня Так, так Его должны застать в вашем доме Без пиджака Ясно Александр Да, милая Вы можете снять пиджак ради меня? Все что угодно, милая Нет уж Нет, нет, нет Да Ты готова пойти на это? Да Скомпрометировать меня вот с ним? Забелли, Бекер, что она любит меня? Коза Ты зверь Александр 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 Бедняжка Бедняжка? Хорош, бедняжка Вставай, дорогой Вот так Где я? Все будет хорошо Садись Шесть лет Я была в браке со зверями Не знала этого Развод это единственный выход Ладно Съезди в Рино Да, в Рино Не хочу на запад Дорогой, как ты? Я тверд Вы не хотите поселиться в Пенсильвании? Пенсильвания? Это рядом с Филадельфией? Да, недалеко Годится Там хороший оркестр И до Нью-Йорка недалеко Итак, вам подходит Пенсильвания? Да, Пенсильвания, Китай Не важно Давайте заканчивать Давайте изучим Пенсильванию Пенсильвания Так-так Сейчас Бедняжка Ты получишь развод, если уж так хочешь Параграф 10 Один из супругов может получить развод Если другой супруг путем жестокого, грубого обращения с ним Сделал его жизнь мучительной и совершенно невыносимой Перспективно Тебе не трудно быть жестоким Не трудно, жена страдалица Что мне нужно сделать? Надо позвать свидетеля, мою секретаршу Но вы сначала должны поссориться С удовольствием А вы должны дать ей пощечину Пощечину? Нет А что? Ты бьешь мужчину, ударишь женщину? Трус Ладно, ударю Отлично, порепетируем В общем, план таков Мисс Эйкинс, зайдите, пожалуйста Сейчас, мистер Джонс Запомните, я буду диктовать письмо И как только я щелкну пальцами, вы начнете ссору Ты скажешь мне Ничтожный страховой торгаш И я бью тебя Бейкер, не подведите нас Мисс Эйкинс, мисс Эйкинс Я здесь, мистер Джонс Присаживайтесь Пишите Уолтеру Кей Дувенмилу Кэпитал Сити Бэнк и доверительный фонд Колумбия Огайо Уважаемый мистер Дувенмил Сейчас подумаю Хватит врать Меня там не было Моя мать видела тебя Твоя мать хуже занозы Не говори так о моей любимой маме Любимая мама? Фу Продолжаешь врать? Меня там не было Моя мать видела тебя Твоя мать хуже занозы Не говори так о моей любимой маме Любимая мама? Фу Не фукай на мою маму Знаешь, кого мне напоминает твоя мама? Стоп, стоп, минутку Мисс Эйкинс Я вас не отпускал Будьте здесь, мисс Эйкинс Садитесь Прочитайте написанное Уолтеру Кэй Дувенмилу Кэпитал Сити Бэнк И доверительный фонд Колумбия Огайо Уважаемый мистер Дувенмил Не любишь мою мать? И всю твою семейку Правда? Ненавижу твоего отца и твоего брата Знаешь, на кого похожа твоя мать? На кого? На тебя Но ты еще гораздо хуже, чем она Ничтожный страховой торгаш Ты? Ты ничтожный страховой торгаш Давай Она назвала вас жалким страховым торгашом? Да На кону все наше счастье Один хороший удар Еще коньячку Не подкачайте Читайте еще раз Уолтеру Кэй Дувенмилу Кэпитал Сити Бэнк И доверительный фонд Колумбия Огайо Уважаемый мистер Дувенмил Да, уважаемый, да Все, что я говорил о твоей матери В силе И удвоено Неужто? Именно так Значит, ты впрямь ничтожный страховой торгаш Так? Да? Я ничтожный страховой торгаш? Именно Повтори Прошу Ты ничтожный страховой торгаш Фу Вернитесь и ударьте сейчас же, вы сможете Читайте еще раз Уолтеру Кэй Дувенмилу Кэпитал Сити Бэнк И доверительный фонд Колумбия Огайо Уважаемый Мистер Дувенмил Вы видели, мисс Эйкинс? Муж ударил жену Видели? Миссис Бейкер Миссис Бейкер, мне очень жаль, что это случилось в моем офисе Мне тоже Ужас, муж бьет жену Он только спьяну смог До свидания, мистер Джонс До свидания, миссис Бейкер А что насчет Уолтера Кэй Дувенмил? Скажите, что я вышел Отель Карлтон Плаза Спасибо, сэр Войдите Привет, Алберт Доброе утро, сэр Прошу извинить, что беспокою в воскресенье Ничего Не выспались, сэр Испортился сон в последнее время Увы, я тоже не молод Вы отлично выглядите Спасибо, Алберт Как дела? Не очень хорошо Я хочу знать, не могу ли пригодиться вам в последующем Вы покинули миссис Бейкер? Да, сэр, пришлось Из-за этого музыканта Оттуда ушли уже все, кроме Эммы Но она полуглухая Как там, миссис Бейкер? Хороша, как никогда Счастлива? Я скажу прямо Она проявляет великое мужество Музыка 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 Добрый день Добрый Отлично Говорят, ты едешь в Филадельфию? Ты поздоровалась с Александром? Да, но не стала его отвлекать Он готовится к новому концерту, понимаю Тебе это не мешает? Нет, я люблю музыку Да Я еду в Филадельфию Ты счастлива? Да, очень Правда, волнуюсь Все это впервые Но зато очень интересно Очень интересно Я перейду из мира бизнеса в мир искусства Там только Бах и Чайковский Сейчас он Баха репетирует Тебе точно не мешает? Нет, нет, мне нравится Не стесняйся Бах не всем нравится И если нужно прекратить Перестань Это очень даже романтично Да, романтично Кстати А ты виделась с Ларри? Да, мы виделись вчера вечером В Монте-Карло Ларри в Монте-Карло? Да Надо же Минутку Извини Конечно О чем мы говорили? Вам не нравится моя музыка? Александр Для вас это шум? Ладно Он оригинален Очень Не обращай внимания Нет, нет Мне нравится его залить Он превращается в свирепого медведя Думаю, это впечатляюще Да Джил? Джил? Медведь В чем дело? Джил, сегодня не будет больше музыки Нет Не льсти мне И не шикай на меня И себя, Стяна Не будет тут сегодня Как минимум до ланча А за ужин Не поручусь У тебя такой настрой? Да Джил, я могу быть очень скверным До свидания До свидания Забавно Надеюсь, Ларри не скучает, как и я Когда мы виделись в Монте-Карло Ну да У него был, видимо, скучный деловой ужин Людей было много? Нет Она примерно твоей комплекции Да И симпатична? Нет, я бы не сказала Но Джордж и Фредди считают, что она неотразима Но ты же знаешь этих типов Не переживай Конечно Чего мне переживать? Ларри имеет право развлечься Если ему это нравится Привет, милая Салли У меня все нормально, а у тебя? Конечно Что? Нет, ты взяла ее, когда мы ехали в Монте-Карло Минутку Алло Да, верно Хорошо Пока Привет Привет Ты выкинешь меня? Не нужно было сюда приезжать Это неприлично Я просто ехала мимо Но если Себастьян узнает Не думай об этом Но я думаю Обрученная женщина приходит в жилище холостяка Это Просто минутку Ну и? Я очень помешала Что тебе привело? У тебя кто-то есть? Чего ты хочешь? Я ехала мимо По 31 этажу Ты говорил, что любишь вспоминать А я еду к Синтии Нокс на чай И вот решила отдать тебе Несколько фотографий, где мы вместе с тобой Может быть тебе интересно будет Спасибо Ты не будешь их смотреть? Да-да, конечно Это наша первая встреча Ты у меня на коленях Свадьба, медовый месяц Очень мило, спасибо Что-то еще? Говорят, ты вчера был в Монте-Карло? Да Не выспался? Да Привет, Синтии Нокс Кому? Ты едешь к ней на чай Да, да, конечно У тебя хорошая квартира, Ларри Милая Очаровательная Да, безумно очаровательная Салли Все сделано со вкусом Уютно Милые шторы И такой Прекрасный вид Да Прекрасный вид Извини Это было глупо Прости меня Ларри, я натворила глупостей Ничего, все к лучшему Ты это серьезно? Серьезнее некуда Ларри, не заставляй меня ехать в Филадельфию Пожалуйста Мадам передумала Новый союз надоел И все можно изменить вот так И плевать, что опозорен муж Что ему больно Ей надоело слушать пианино Она вернулась и говорит Я подчудила А теперь хочу вернуться к прошлой жизни Ты разбила жизнь и думаешь, что можно все склеить за час? Это не так просто Я не говорю, что это просто Если я расскажу, что думаю о тебе, это займет день Как насчет ужина? Ужина? Давай поужинаем сегодня вместе Извини, но ужин уже занят Та девушка Да, та девушка И мне не нравится твой тон Извини Сначала ты разрушила мою жизнь, а теперь хочешь лишить ужина? У Салли лишь воскресенье свободно, она много работает Неужто? А что в этом плохого? Ничего Ей некогда резвиться, как тебе Она не ходит по выставкам, не клеится к дешевым музыкантам И не посещает психоаналитиков У нее нет для этого богатого мужа Салли замечательная девушка, куда лучше вас, миссис Себастиан И не носит ваших вещей Она брала? За мнем этом Вот Ты обещала любить и подчиняться А это Наша первая встреча Я плохо вышла Но ты была покладистой Я тогда не утомлял тебя страховками Ты слушалась меня, и тебя интересовала моя работа Хотела помочь мне Ларри Вот Я помню все, что ты говорила мне Я готова повторить это, Ларри, если ты дашь мне шанс А потом все переиграешь Нет, Ларри, никогда Клянусь Зачем мне притворяться? Я повержена Да уж Мило Я часто вспоминаю то дерево перед нашим окном И забавного официанта итальянца Он был не там Там Нет, его не было Вот он Точно Центральный вестибюль Наш первый завтрак Да Ларри, может, поужинаем вместе? Не сегодня Почему? Салли Я поговорю с ним Не надо Мы женщины, разберемся Нет, нет, нет Пожалуйста, Ларри Ну Ты не заслужила Но я подумаю Спасибо, дорогой Жди тут Это будет трудно Это будет трудно Та девушка Та девушка Здравствуйте, мисс Эйкенс Приветствую, мисс Бейкер Приветствую, мисс Бейкер Рада вас видеть Мистер Бейкер был бы рад вас видеть Но, увы, он занят Он просил отдать вам сумочку Да, я забыла ее Я делала секретарскую работу Для мистера Бейкера Даже субботним вечером Ну Я ведь еще и нотариус Ясно И печать приносили? Да Большую печать До свидания, мисс Эйкенс Да До свидания, мисс Бейкер Мила Мила Безнадежно Все серьезнее, чем я думал Эта девушка любит меня Обожает Я не виню ее Говорит, что не может жить без меня Я верю ей Я тоже Это естественно Ты неотразим Да, это правда Как насчет ужина? Я не могу А после ужина? Ты хочешь покончить с собой? Нет, нет, не чуть Слава Богу Ты прав Все безнадежно Жалко, Джилл Все могло быть так хорошо Да И могли быть счастливы Да Но теперь уже поздно Все кончилось Прощай, Ларри Удачи тебе И тебе Поговорю с ней еще раз Миссис Бейкер дома? Да, но Не важно Угадай, кто здесь Я вот он Бог богов Спускаюсь на землю Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Играйте потише Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Икоты больше никогда не было Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО Редмедиа Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому